Политолог Гела Васадзе присоединяется к нашему эфиру. Гела, здравствуйте. Рада приветствовать вас. Здравствуйте. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. Гела, скажите, пожалуйста, что происходит? Почему Армения, Кыргызстан и Казахстан вдруг отказались от участия в учении ХДКБ? Происходит то, что мы называем неизбежным, хоть и поэтапным распадом Российской Федерации как государственного механизма, как империи России, скажем так. Это не обязательно будет сопровождаться территориальными изменениями, хотя, возможно, и будет сопровождаться, но это обязательно будет сопровождаться отказом всех ее союзников от взаимодействия с ними. Понятно, что Россия становится токсичной. Понятно, что токсичность России напрямую влияет на безопасность всех этих стран. Понятно, что фактически эти страны ищут альтернативу России для обеспечения своей безопасности. Вот и все. А какой может быть альтернатива для этих стран, кроме России? А для каждой страны своя. Это как в этом, как в драконе Шварцевском. Сейчас каждый решает за себя, кто... Ну, например, для Армении. Для Армении это важно? Ну, с Арменией как раз таки все более или менее понятно. Армения, конечно же, осуществляет транзит на Запад. Я скажу так, что есть очень важные марки этого, индикаторы. Ну, вот, например, есть такая газета «Армянское время». Наверняка большинству ваших зрителей ее, они не слышали. Так вот, эта газета «Армянское время» опубликовала недавно статью по поводу того, чего Россия хочет от Армении. И там целый ряд, целый ряд просто прямых обвинений того, что на протяжении многих лет Россия пользовалась Арменией и подставляла ее, и пользовалась враждой между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы проводить свои геополитические интересы. Вроде бы как газета, вроде бы как статья. Ну и что? Есть нюанс, как в том анекдоте. Эта газета принадлежит семье премьер-министра Армении Никола Пашина. То есть статья программная. Кроме всего прочего, мы увидели на саммите Большой Европы, то есть на саммите в Праге, как фактически создался новый формат уже даже не урегулирования Арменно-Азербайджанской войны, а заключения нового договора. Формат, в который входит Турция, само собой, Армения и Азербайджан, это понятно. Турция, само собой, как союзник Азербайджана. И Франция, как политический гарант со стороны Армении. Многие мне говорят, ну что Франция, они же не высадят свои войска, они же не поставят свою базу. Да не будет, не нужно Армении, там база, и зачем Армении чужие войска на своей территории, если она заключает мирный договор с Турцией, с Азербайджаном, урегулируя все вопросы. Это очень прочная система безопасности, когда мир. Когда война, тогда нужны войска, тогда нужны военные, тогда гибнут люди. Да, прошу прощения, если можно, Гела, одно уточнение. А когда произошел этот переломный момент? Еще буквально полтора-два месяца назад мы все во всеуслышание говорили о том, что Армения в любом случае в значительной степени зависит от Российской Федерации. И тут решение не принимать участие в учениях ОДКБ. В переломный момент произошел точная дата 13 сентября. Окей. Когда вот эти интенсивные бои на границах. Когда в результате их погибло очень много людей. И со стороны, ну, прежде всего, со стороны Армении, со стороны Азербайджана тоже были очень серьезные потери. И когда, в принципе, стало понятно, что... Это, кстати, я категорически против слов, Россия кинула Армению, не захотел. Потому что Россия не может. Все они бы с удовольствием, но у них уже не остается всех. Не может. Не может, так скажешь. Хорошо, но этот свитч, это переключение буквально может произойти за месяц. Ну, даже менее, чем за месяц. Не, ну, на самом деле, это же было понятно. С 2020 года было понятно, что Россия уже не может обеспечить полностью Армении те амбиции, которые у нее были. А после февраля этого года стало ясно, что Россия настолько ослабла, что так или иначе она уйдет с Южного Кавказа. Вы понимаете, в чем дело? Когда я писал в феврале, что Россия потерпела поражение и она... Это не было браватой. Просто-напросто это был резвый анализ фактов. Конечно, я в это верю. Тут необходима была достаточная доля веры. Так или иначе могло произойти все, что угодно. Да, всегда может произойти все, что угодно. Но реально, то, что русским не удалось захватить Киев там за неделю даже, или захватить большую часть Украины, это означало провал. В общем-то, этот провал мы... А сейчас мы наблюдаем геополитические последствия этого провала. Так что, как сказано недавно в одной из моих передач, мир на Кавказ и все в солдат в СССР. Есть такое. Давайте к Казахстану перейдем. А кому будет ближе Казахстан? Так и к России такая, в принципе, к этому привык. Либо Китай сможет иметь влияние. А давайте исключим Россию из этого ряда. Давайте исключим Россию из ряда выборов. Выбора России уже нет. Когда был выбор России, когда была опция России, понятно, что они были ближе к России. Ну вот исключайте. Геополитический фактор России на ближайшее время, я надеюсь, на очень долго. Казахстан перестает быть фактором. А к кому ближе на самом-то деле сейчас у Казахстана, ну как бы особой атернативы нет. Сегодня в казахском обществе идет серьезная модель, серьезная, скажем так, дискуссия по поводу моделей. Там моделей всего две на самом-то деле. Модели вообще развития общества. Турецкая и китайская. Я думаю, что и геополитические ориентиры в виде Запада, а Запад для Казахстана, да, прежде всего, Турция. Хотя там присутствуют и транснациональные корпорации, в том числе, прежде всего, американские. И Китай. Вот я думаю, что фактически Казахстан будет балансировать между двумя этими силами. Между Турцией, которая будет представлять политически, там Запад, экономически будут представлять США, Британия, там Бипи. Там очень много раз национальных энергетических компаний. И политический Китай. Казахстан в этом плане в зоне турбулентности, потому что именно эти две страны, именно эти две геополитические силы на сегодняшний день фактически будет разворачиваться основная борьба. К тому же происходит и там. В РОТИ Владимиру Ковчакову, директору Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии, конверсии и разоружения, произошла проксизация России. Россия фактически неизбежна. То, что останется от России, то, чем будет Россия, может стать прокси Китая. И в этом плане, конечно же, Казахстан достаточно в сложном положении находится. Но я думаю, что казахи справятся. Не с таким справлялись. Империя трещит по швам. А как вы считаете, может ли разваливающаяся империя использовать спящие ячейки скрытых агентов, которые, например, могут быть сейчас среди тех, кто пытается избежать якобы могилизации и уезжает в Грузию, в Казахстан, куда угодно, лишь бы не оставаться на территории Российской Федерации? Ну, спящие ячейки скрытых агентов и в Грузии, и в Казахстане, и в Армении, и в Азербайджане, уверяю вас, в Украине выше крыши и без тех, которые уезжают. Тех, которые уезжают, естественно, конечно же, это было бы грех не воспользоваться этим. Есть, скажем так, агентура спецслужб, но скажу так, что агентура спецслужб без политических ресурсов и военно-политических ресурсов страны, чьей агентурой они являются, фактически вещи достаточно бесполезные. Хотя, конечно же, крови могут попортить еще много. Гела, много беженцев в Грузии сейчас из России, и у меня там тоже есть друзья, которые не очень рады их приезду и всячески пытаются им это показать. Как себя ведут беженцы из России в Грузии? Много ли остается, много ли используют Грузию как транзит? Какая сейчас ситуация именно в Грузии с беженцами из России? Я дихо извиняюсь, но беженцев из России в Грузии нет. Потому что из России, оно никак они не беженцы. Беженцы в Грузии из Украины. Военные действия идут в Украине. А с России релаканты, мигранты, кто угодно. Принято. Принято. И это раз. Второе, конечно же, большинство используют территорию Грузии как транзитную территорию. В то же самое время, кто-то оседает. Кстати, этот процесс начался задолго до февраля 2024 года. Тропка-то была продолжена уже давно. По-разному ведут, но в основном ведут себя прилично, потому что я не устаю это повторять. Я прошу прощения, наверняка зрители ваши это тоже слышали. Грузия это, конечно, Европа. Но Грузия, она такая специфическая Европа. Сицилия, Корсика. У нас не забалуешь. Что не может не радовать. Абсолютно. Гела, спасибо большое. Гела Васадзе, политолог, был с нами на прямой связи.